МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть ли у нас собственные звезды и, собственно, за какие награды мы сегодня можем бороться? Об этом спросим нашего гостя, президента баскетбольного клуба «Самара» Камо Пагасяна. Здравствуйте, Камо Сергеевич. Вы позвольте, я для начала проинформирую наших телезрителей о том, что «БК «Самара» является старейшим клубом города и области. Историю свою он ведет с 1976 года. Было за это время немало взлетов, но и, в общем-то, весьма чувствительных падений. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что с января 2013 года команда носит имя «Самара СГЭО», является участником Суперлиги, это главная команда. По итогам прошедшего сезона мы заняли 9-е место, что, в общем, очень даже неплохо. Кроме того, если я не ошибаюсь, мы еще играем в Европейской юношеской лиге. Внимание, по итогам прошедшего сезона заняли 3-е место. Есть еще детская юношеская лига, и там результат вообще отличный. Второе место. Да, это лучший результат за всю историю самарского баскетбола, нашего всего региона. И я рад, что эти все успехи делают свои воспитанники, свои баскетболисты, на которых, в общем-то, и ложится будущее нашего баскетбола. Каман Сергеевич, ну давайте вот с позиции президента оценим итоги прошедшего сезона Суперлига, Европейская юношеская лига и Детская юношеская лига. Если начнем с главной команды, то вы помните, сезон начался у нас немножко тяжеловато, потому что мы дебютировали в этой лиге, команда у нас очень молодая, средний возраст, 21-22 года, у нас только один был опытный игрок, которому 32 года, его все знают, Сергей Топоров. Вот все остальные ребята были очень молодые и практически не имели опыта выступления в такой лиге, как Суперлига. Вот, и дебют был очень тяжелым, мы в 10 играх одержали 2 победы. Вот, потом мы смогли в ноябре месяце приобрести Андрея Кирдячкина из Нижнего Новгорода. Это, кстати, единственный парень, который не является местным игроком. А в конце января мы вернули в свои ряды нашего воспитанника баскетбольного клуба «Самара» Владимира Печкурова, и как бы результату дали себя знать. Мы потом в оставшиеся 16 играх регулярного чемпионата одержали 10 побед, и в итоге заняли 9 место. Нам буквально не хватило одной победы, чтобы запрыгнуть в пли-офф. Это было бы, конечно, супер. Просто я представлю, как игроки выросли. Это просто в такую мясорубку сразу. Ну да, вначале было очень тяжело. Трудно было играть с такими грандами Суперлиги, как «Автодор». Как, кстати, «Сургут» мы обыграли у себя дома, который стал серебряным призером чемпионата Суперлиги. Вот, потом ребята просто уже и опыта набрались. И уже почувствовали, что они могут играть на этом уровне. Получили необходимое время, оббились среди опытных команд. А потом, когда появились Кирдячкин и Печкуров, которые, ну, очень сильно прибавили. И пришли победы, и мы практически одержали больше побед на выезде, чем даже дома. Вот. Также хочу отметить, что мы начинали все игры играть в спортзале экономического университета. А после Нового года мы все игры регулярного чемпионата играли на главной арене в МТЛ. Кроме того, вот у вас лежит рядом с вами интересная такая буклет, такой, Европейская юношеская лига. Вот об этом турнире, пожалуйста, расскажите. И об успехах наших. Вы знаете, что у нас с 29 апреля по 1 мая прошел Суперфинал Европейской баскетбольной лиги. Скажу сразу, что это впервые за всю историю российского баскетбола Суперфинал У-20, то есть не старше 20 лет, проходил в России. И это право отдали нам. Ну, все часто спрашивают, а почему вам это право отдали? Ну, в этой лиге мы играем уже третий год. В первый год нашего участия, это сезон 2001-2012 год, мы заняли сразу, стартовав, дебютируя в этой лиге, третье место. В прошлом году мы заняли из 16 команд шестое место. То есть у нас очень сильное. И заняв шестое место, нам не хватило всего одной победы, чтобы попасть в финал четырех. То есть у нас очень сильная команда. И в прошлом году я проговаривал уже с президентом Европейской лиги Гудисом Шенховсом, который пообещал, что следующий Суперфинал пройдет в Самаре, если мы туда попадем. Но мы выполнили задачу, попали в регулярном чемпионате, на шестое место заняли, право отдали нам. И я думаю, что уже возвращаясь назад, уже с позиции, когда этот Суперфинал уже прошел, могу сказать, что мы его провели настолько хорошо, что президент лиги сказал, что за всю 16-ю историю существования этой лиги подобного Суперфинала не было вообще. Он даже, говорит, подобного не видел даже на уровне профессиональных соревнований. Мы подготовили и хорошую организацию, и было красивое открытие, было красивое закрытие, размещение, питание, волонтеры, комфортабельные автобусы встречали команды. Более того, мы командам, у которых расписание игр позволяло, они посетили бункер Сталина, экскурсии по нашей красивой набережной, по нашим магазинам. Они почувствовали тепло наших людей самарских. Ну, все прошло настолько хорошо. И самое интересное, были очень интересные игры за первое, второе и третье место. Игры были драматичные, но было объективно. Самара заняла по праву третье место, и, конечно, мы планировали занять первое, но были на то объективные причины. Чего не хватило, честно? Честно, не хватило сыгранности, потому что у нас часть ребят буквально накануне из суперфинала приехали из суперлиги, часть ребят играла в дюбли, а часть ребят не играла ни там, ни там, и только играли в европейской лиге. И они буквально все вместе собрались за 3-4 дня до начала суперфинала. И вот по ходу турнира мы стали набирать обороты, мы только проиграли в первой стартовой игре Химком, которые стали чемпионами суперфинала. Но оставшиеся три игры мы выиграли и достойно заняли третье место. Я считаю, что это прогресс, потому что в регулярном чемпионате мы были шестые, а в итоге закончили третьи. И медали, которые мы вручали призерам, были заказаны в Челябинске, их специально отливали. Эти медали мало чем отличались от медалей олимпийские. Единственное, они не имели, может быть, такой ценности, но по качеству они были настолько красивые, тяжелые. Ну, все было очень здорово. И я рад, что наши гости, которые приезжали на этот суперфинал, они поняли, что в глубинке России, в Самаре, в Самарской области, можно проводить на таком уровне. Причем президент Лиги подчеркнул, что мы подняли уровень этого турнира на такую планку, что произойти это будет очень сложно. Нам, конечно, лестно это слышать, но пусть знают, что в Самаре не только умеют играть в баскетбол, в Самаре еще умеют организовать вот такие праздники для наших болельщиков. Все это транслировалось на канале «Губерния» в прямом эфире, и открытие в первый день, и третий день. И я очень благодарен всем тем, средствам массовой информации, которые освещали. Это, кстати, касается и ваш канал, который делал анонсы перед началом этого суперфинала. За то, что до наших болельщиков эта информация дошла, и было очень много зрителей на трибунах МТЛ-арены. Естественно, ребятам было приятно играть при таком количестве народа, и радовать их хорошим баскетболом. Коман Сергеевич, давайте о самых молодых наших игроках, которые второе место заняли в своей лиге. Чей это заслуга, прежде всего? Ну, это в первую очередь заслуга тренерского коллектива. Главным тренером клуба, вы знаете, известный баскетбольный специалист Сергей Зазулин. А за молодежные этапы, кстати, за две команды Дюбла и Европейской лиги, у нас этими командами руководил Игорь Грачев. Это известный в прошлом баскетболист, вице-чемпион мира, заслуженный мастер спорта, который не так давно закончил свою баскетбольную карьеру. И я рад, что он выбрал тренерскую стезю. И уже второй год он работает самостоятельно, и на второй год своей работает на тренерском поприще. Он уже показал такие результаты. Теперь он будет завоевывать свой послужной список тренерский. И результаты вот этого года уже привели к тому, что Игорь и Грачев привлекли вторым тренером юношеской сборной России. И это очень отрадно, что там есть наш специалист. В эту же сборную был привлечен Данил Сенегубов. Это талантливый парень, сын бывшего баскетболиста. Вот они сейчас будут представлять нашу Самару, Самарскую область, будут представлять на чемпионате Европы. Вы задачу на сезон молодежи ставили поскромнее? Мы планировали попасть в призеры. Но вы понимаете, в начале сезона мы планировали Дюбам попасть в призеры, в Европейской лиге попасть в Суперфинал. А главной командой Суперлиги мы планировали сохранить место в Суперлиге. По всем этим позициям мы перевыполнили задачи. Более того, мы не в призеры попали, стали Серебряным в детской и юношеской баскетболе лиги, показав лучший результат за всю историю. В Европейской лиге мы попали в Суперфинал, там заняли третье место. Два года назад мы тоже были третьими в Европейской лиге, но это было среди 17-летних, а среди уже старшей юношей, старшей в Европейской лиге уже команды, ну, лиги нету. Поэтому, заняв третье место, мы и здесь, в общем-то, показали достаточно высокий результат. А в Суперлиге мы показали для дебютного сезона в 36 игр мы одержали 17 побед, это практически 50%. Это для дебютанта лиги это очень-очень высокий результат. Поэтому я обоим тренерам ставлю оценку «отлично», ну, а главное, чтобы эту работу оценили наши болельщики, ради которых мы, в принципе, играем в баскетбол. Тренерский штаб обладает долгосрочными контрактами? Понятно, чтобы успешно действовать в пирамиде баскетбольной, а в данном случае мы имеем дело с пирамидой именно, в классической. Я отвечу на этот вопрос. Нужна стабильность. Да. Значит, когда с тренером заключаешь контракт, этот контракт имеет право начинаться и заканчиваться. Так вот я скажу, и Зазолин, и Грачев, они не находятся на контракте, потому что это постоянные работники клуба, и я надеюсь, наша совместная работа будет продолжаться. Вы понимаете, контрактные условия, они могут заканчиваться, поэтому я хочу всех успокоить. Эти люди никуда не хотят уходить, им нравится работать здесь, им нравится созидать и воспитывать своих баскетболистов. И наши взаимоотношения, я думаю, еще проведут большим хорошим результатом. Каман Сергеевич, ну, любой разговор о большом спорте, что футбол, что хоккей, что баскетбол, всегда сейчас начинается с денег. В этой связи вот интересно сейчас, насколько твердо в финансовом плане БК «Самар» стоит на ногах, и, собственно говоря, какие задачи с данным бюджетом возможно решать? Ну, вопрос очень актуальный. Конечно же, без денег сейчас больших проблем не решишь. Но скажу так, вот, по крайней мере, за все время, за то, за все время, сколько я руковожу баскетболом БК «Самара», у нас не было ни разу задержек по зарплате, ни на один день. Вот. Другое дело, что у нас всегда очень экономный бюджет, очень экономный. И то, что мы с этим экономным бюджетом умудряемся еще достигать вот такие, показывать такие результаты, это, конечно, хочу поблагодарить весь коллектив клуба, который работает с максимальной самодачей, творчески подходит к своей работе. И нам, вот, только за счет этого нам удается показывать такие результаты. Конечно, здесь нельзя не сказать о наших партнерах, которые нам финансово оказывают поддержку. Это, в первую очередь, правительство Самарской области в лице Министерства спорта. Это, я хочу особо поблагодарить и городской округ Самара, и лично Дмитрия Игоревича Азарова, потому что он человек, который очень хорошо разбирается в баскетболе. Я еще помню, когда Дмитрий Игоревич был студентом, и я тоже учился, и мы даже встречались на площадке. И он и сейчас, когда мы встречаемся, и я подвожу итоги, докладываю об итогах наших прошедшего сезона, Дмитрий Игоревич очень с пониманием, он вникает, он знает практически всех наших ведущих игроков, он знает нашу структуру. И самое главное, всячески оказывается и финансовая помощь, в том числе поддержку. Вот когда мы проводили этот суперфинал, город активно отозвался и помог нам с рекламой, с анонсами, с танцевальными коллективами, помогли с организацией встреч команд. А правительство морской области нам предоставило МТЛ-арену на 4 дня, безвозмездно, со всем оборудованием, музыкой, светом и так далее, раздевалками. И тоже помогли с информационной поддержкой на своих каналах областных. И вот вместе нам удалось сделать вот такой праздник, который, в общем-то, поднял уровень нашего области и города на достаточно высокий уровень. А стабильное финансирование, вот у нас очень много партнеров. У нас, вот если показать наш буклетик, вот здесь показаны все наши спонсоры, вы видите, их очень много. И поэтому стабильность клуба заключается в том, что партнеров очень много, и если какой-то из партнеров по каким-то финансовым проблемам не имеет возможности финансировать, помогать клубу, у нас много других. Но, чтобы не стоять на месте, нужно все время двигаться вперед. И вот самое интересное, что вот мы воспитали вот этих воспитанников, которые являются, ну, как бы, гордостью нашей области и города, да. Вот, надо еще теперь сделать, приложить необходимые усилия, чтобы этих самых лучших наших ребят не растаскивали. Потому что агенты звонят, ведут переговоры с нашими игроками. Наши ребята не хотят уходить из своего родного города. Но финансовая составляющая все равно играет определенную роль в их жизни. Они, в конце концов... Скажите, пожалуйста, вот помимо полу спонсоров, как еще вот в современных российских, именно я не говорю про самарские, в российских условиях могут ли баскетбольные клубы, собственно говоря, быть не дотационным проектом, а сами зарабатывать? Понятно на Западе, что там наверняка права на телетрансляции, трансферы игроков, какие-то рекламные, да, там, мероприятия. В России как? В наших условиях это практически невозможно. Вот смотрите, вот мы, конечно, мы можем, мы всегда берем, например, НХЛ, НБА, вот, но обратите внимание, там ведь целая индустрия, там большие залы, вот, они заполняются. Почему они заполняются? Да, потому что уровень жизни людей достаточно высокий, они получают, там, зарплату, там, 3-4 тысячи долларов, средняя зарплата в Америке. Билет стоит, там, от 15, там, до 100 долларов. Поэтому эти залы заполняются, они приносят большую прибыль. Потом, телевидение заинтересовано, транслятор, главное, чтобы знали наши болельщики, главная статья доходов в профессиональном баскетболе и хоккее, это телевидение. А у нас наоборот, заплати, и мы тебя покажем. Поэтому о каком здесь бизнесе может речь? Поэтому в наших российских вот условиях, без помощи местной власти, обосновать, там, городской или муниципальной, и без помощи спонсоров, существование клубов практически невозможно. Другое дело, что должен быть баланс вот этого финансирования. Не должно это полностью висеть, допустим, на бюджете. Вот, потому что бюджетные средства можно потратить только по определенным статьям. Это командировки, поездки, питание, проживание по норме, ну, там и так далее. Вот, все остальные затраты, касающиеся контрактов игроков, в общем-то, идут за счет вне бюджетных денег, то есть это за счет денег спонсоров. Камер Сергеевич, поясните, пожалуйста, как профану, сегодня гонорары баскетболистов сопоставимы с доходами, скажем, КХЛ, участников КХЛ, премьер-лиги футбольной. Ну, здесь знаете как, если брать такие команды, такие топ-клубы, как ЦСКА, баскетбольный ЦСКА, баскетбольный Химки, баскетбольный, там, Локомотив, Краснодар, Уникс, эти команды, зарплаты ведущих этих игроков, вы обратите внимание, ведь в лиге ВТБ лимит на иностранцев 6 человек, в футболе 7, поэтому эти иностранцы стоят очень дорого. И учитывая, допустим, бюджет того же ЦСКА, который вот недавно публиковали в прессе, 1 миллиард 840 миллионов, там, игроки получают по 2,5 миллиона евро или долларов, неважно. Это бешеный зарплат. Я думаю, что в футболе такие зарплаты тоже получают, там, отдельные единицы, но вот уровень ВТБ сопоставим с зарплатами футболистов и КХЛ. Мы прекрасно знаем и очень часто писали про тот же контракт Ковальчука Ильи, да, у которого там официально 10 миллионов долларов годовой контракт. Он такие деньги не получал в НХЛ. Это уже вопрос как бы к собственникам клуба, к хозяевам, к спонсорам, которые эти деньги платят. И оправдываются ли эти вложения. Вот в нашей команде, вот если говорить о БК «Самара», о команде «Суперлиги», то, конечно, это даже близко несопоставимо. А я вот такой вопрос задам. А вот на ваш взгляд, вот эти все деньги бешеные, они как-то на самом духе игры отражаются? Я вот, например, всегда симпатизирую клубам, знаете, низших лиг, где нет бюджетов больших. Это я пока о футболе говорю, вот, например. Ну, я с вами согласен. А когда на поле, допустим, 11 миллионеров выходит, мне это не очень близко. Поэтому они попадают, когда нет результата, они попадают под очень жесткую критику, вот под тот же баскетбольный ЦСКА. В Евролиге они заняли четвертое место, в Кубке России они вылетели, в Лиге ВТБ они с трудом обошли локомотив, хотя у них бюджет в два с лишним раза превосходит. Конечно, это как бы не красит такие клубы с такими бюджетами. И самое плохое то, что команды находятся в разных финансовых условиях. Как может, допустим, конкурировать какой-нибудь аутсайдер, там, допустим, Енисей с командой ЦСКА, бюджеты которых там разница в 20 раз. Поэтому вот что плохо. Надо, чтобы у нас баскетбол прогрессировал. Никакой интеги в турнире. Да, совершенно верно. Нужно создать хотя бы приблизительно равные условия для клубов. И пока у нас будут вот такие топ-клубы, явно выделяющиеся в бюджете, прогресса такого в баскетболе у нас не будет. Вернемся к делам баскетбольного клуба «Самара». Коман Сергеевич, сегодня клуб обладает, команда обладает ли достойной площадкой? Есть ли какие-то требования к площадке, условно говоря, по вместимости? Я это спрашиваю, потому что, ну вот, «Ладу-арену» долго строили для участия в КХЛ. Мы сегодня обеспечены всем необходимым. И чего хотим? На данный момент МТЛ-арены для команды Суперлиги вполне хватает. Как раз есть в регламенте количество зрителей, которое должно вмещаться в данной арене. Это полторы тысячи зрителей. МТЛ-арена примерно вот этим требованиям, в общем-то, и подходит. Когда мы играли в спортивном комплексе с ГЭЛ, вот, мы вынуждены были там играть, потому что часто наши игры совпадали с играми «Красных крыльев». Вот, но это нежелательный момент, и нам уже сделали замечание в Российской Федерации Баскетбола. И с помощью, при поддержке министра спорта Шляхина Дмитрия Анатольевича, вопросы эти были решены. Мы после Нового года, мы все игры играли в МТЛ-арене, и это как бы наша сейчас базовая площадка. Вот, ну, я рад, что правительство Самарской области сейчас к чемпионату мира строит не только футбольную арену, к чемпионату мира по футболу, но и баскетбольную, которая будет вмещать больше пяти тысяч зрителей, если не ошибаюсь, там около семи тысяч зрителей. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы получим арену, и тогда можно будет ставить большие задачи, выходить на уровень европейский. Если вы помните, мы в сезоне 97-98 дошли до четвертистного Кубка Европы, это второй по значимости турнир Европы, а в сезоне 98-99 мы играли в Евролиге. Ударом. Свежие в памяти воспоминания. Ваши приоритеты на ближайшее время – это развитие взрослой команды, либо больше внимания юношам, либо вся пирамида, она неотрывно друг от друга следует направлению. Да, мы выстроили пирамиду баскетбола, она состоит из детского и юношеского этапа, из молодежного этапа и профессионального этапа. Главное наше достоинство – это то, что это полностью игроки, воспитанники нашего баскетбольного клуба и нашего региона, и города Самара. Поэтому рассматривать, что для нас приоритетней, так нельзя. Вся структура должна работать динамично. Потому что наши дети должны, переходя из года в год, в более высокий уровень. А главное, в «Аглой пирамиде» у нас команда Суперлиги, где команда молодая, составленная из местных игроков, и они уже там должны получить максимальный баскетбольный опыт, имея таких тренеров. Хочу еще сказать такую новость. С нового сезона в нашем клубе будет работать. Вот известный наш самый титулованный баскетбольный тренер – это Борис Соколовский. Вы знаете по его работе в БК «Самара» в 90-е годы. Вот он возвращается в клуб. И с его приходом, я думаю, что, учитывая, что у нас, помимо Зазулина и Грачева, еще есть достаточно молодых тренеров, которые закончили свои выступления за БК «Самары» как баскетболисты, они сейчас работают тренерами. И этих молодых тренеров нужно обучать. И вот благодаря этим опытным тренерам, это позволит нам поднять еще качественный уровень наших детских тренеров, которые будут готовить наш резерв для более старших команд. Кстати, а сколько талантливых игроков России дала «Самара»? Я имею в виду уровень сейчас столичных клубов сборной России. Ну, например, я могу сказать, в ЦСКА играет Алексей Зазулин, Топоров Сергей, который вернулся к нам в клуб, он тоже был в молодежной сборной страны. Сейчас в лиге ВТБ играет Головин, Губанов, это воспитанники БК «Самара». Губанов, кстати, был привлечен в сборную, был кандидатом в сборную в прошлом году. Ну, я надеюсь, что вот сейчас у нас Грачев привлечен в юношескую сборную как тренер. Синегубов Данил уже сейчас находится, в данный момент находится на сборах юношеской сборной. У нас игрок в сборной Чиликин 93-го года, он в прошлом году был на чемпионате Европы. Сапьянов 97-го года тоже был в сборной, и он сейчас привлечен в сборную. И есть еще порядка трех-четырех кандидатов в сборную. То есть вот эта работа, это только делегировано из баскетбольного клуба «Самара». Я считаю, что это достаточно высокий показатель, и мы, в общем-то, на достаточно хорошем счету в Российской Федерации Баскетбола. Мы являлись там даже, я скажу, примером. Каму Сергеевич, а вот насколько вы сами лично погружены в процесс селекции игроков, отбора игроков? Либо это тренерская прерогатива, либо специального отдела? Я подключаюсь уже на этапе подписания контракта, потому что каждый в клубе должен заниматься своим делом. И компетенции тренеров я своим доверяю. Зазорен человек опытный. И он не просто подбирает игроков, он знает, хотя бы, даже ценник каждого, это, грубо говоря, игрока, да? Потому что президент не может в полном объеме оценить возможности игрока на площадке. Тренер его знает, он его изучает. Если он его не лично знает, он изучает диски, просматривает его игры. И потом уже формирует мнение, и мы уже смотрим, брать, не брать, сколько он хочет зарабатывать у нас в клубе. Вот именно, я подчеркиваю, не получать, а зарабатывать. И потом, у нас косяк команды сохранится, если 2-3 позиции у нас поменяются, это максимум. Все остальные игроки, потому что клуб должен развиваться на той базе, которая есть, а не менять каждый год. Соответственно, круг новичков вы на предстоящий сезон определили, опираясь на местные кадры? Либо кто-то будет приглашенный? В первую очередь, мы заинтересованы, чтобы сохранить местный коллектив, и у нас практически никто пока еще никуда не ушел. На сегодняшний день мы продлили контракт с Кирдячкиным. Это единственный игрок, который не родился в Самаре. Но это молодой, талантливый игрок, и мы его не считаем чужим. По крайней мере, в прошлом сезоне он раскрылся именно у нас, а не в Нижнем Ногуре, где он на протяжении 2-3 лет сидел на скамейке. И ему понравилась работа с Зазулиным, и здесь он прогрессирует, и у него есть возможность двигаться дальше. Мы продолжили ему двигаться вместе с клубом. И мы сейчас уже на стадии подписания контракта еще с молодым игроком, но я сейчас пока говорить не буду, потому что еще контракт не подписан, но таких кардинальных изменений не будет. Костяк будет тот же, потому что я считаю, что программа минимум на следующей сезоне – это попасть в поли-офф, максимум – попасть в четверку, в пятерку. Вот такая задача будет стоять. Тогда спрошу, какие позиции, может быть, в усилении нуждаются, на ваш взгляд, как самого преданного болельщика? Да, я считаю, что у нас определенные проблемы в позиции первого номера, потому что у нас даже в сборной России эта позиция самая такая проблемная. Если вы помните, когда наши стали чемпионами Европы, основным разыгрывающим был Холден, который был, имея американское гражданство, он получил российский паспорт и играл за сборную России на чемпионате Европы, и не стали чемпионами. Это от чего? Потому что академии баскетбольные не готовят на всю Россию. Это говорит о том, что даже на российском уровне, на уровне сборной у нас есть проблемы в этой позиции. Поэтому это первая проблема позиции. И вторая, которая, на мой взгляд, нужно укрепить клубу – это позиция пятого номера. Но это самая востребованная позиция, потому что больших игроков, чтобы он был и на подборе хорошо работал, и имел хороший бросок, и умел работать спиной к кольцу. Ну, это чисто тренерские вещи. Вот позиция первого пятого номера. А все остальные позиции, я думаю, что наши игроки вполне могут его закрыть и еще прогрессировать. Соответственно, команду никто пока не покидает, как вы сказали. Вот если вы сказали, что мне понятно, задача на предстоящий сезон, а что для вас лично будет, скажем так, ну, неуд по итогам? Я буду считать неудовлетворительным, если команда Суперлиги не попадет в плеев. Это будет уже невыполнение задачи. Команда… Значит, во-первых, надо сказать, где мы будем играть в следующем сезоне. Это Суперлиг – это главный наш дивизион, главная наша команда. Вторая команда – молодежная. Вот в этом году мы играли в Европейской лиге. Вот, надо подниматься уже на уровень выше. Поэтому мы хотим этой командой, которая заняла… В ЕЮ было третье место. Мы хотим заявиться в молодежную лигу ВТБ или, в крайнем случае, в высшую лигу российского чемпионата. Но почему приоритетнее играть в молодежной лиге ВТБ? Там есть ограничения по возрасту не старше 21 года. А у нас ребята в возрасте 18-19 лет. И лучше играть все-таки в молодежном чемпионате, потому что там динамика другая. Игроки примерно одного возраста. Если мы будем играть в высшей лиге, там мы будем играть среди опытных ребят. Многие там уже на закате карьеры. Это, как их называют в кавычках, пенсионеры. И чтобы играть среди мужчин, взрослых, нам придется, вернее, укреплять двумя пару опытных игроков. И опять это за собой несет определенные финансовые затраты. Плюс в молодежной лиге ВТБ взнос платить не надо. В высшей лиге надо платить взнос в размере 1 миллион 300 тысяч рублей. Это заявочный взнос. Это опять же нужно думать и о экономической составляющей. По суперлигу я сказал. Задача программы минимум в восьмерку и попасть в четверку, в пятерку. В молодежной лиге ВТБ мы будем играть впервые. Поэтому наша задача как можно удачнее выступить и дать возможность ребятам, более младшим, нежели своим сверстникам из других команд, постараться показывать хороший баскетбол, расти в мастерстве, получить необходимое игровое время и подготовить себя в будущем играть за команду суперлиги. Также у нас будет команда Дюбла. И место в Европейской и Нурнической лиге у нас займет команда более молодая 2000 года. Тренер Игорь Николаевич Тажки. Уже 2000 год играет. И мы в 2000 год запускаем в Европейскую лигу, и она пройдет тот путь, который прошла. Вот команда, которая в этом... И она пройдет до 20 лет. Чем эта лига хороша? Тем, что помимо российских соревнований, наши юноши-младшие получат еще международный опыт, когда будут играть с финнами, с литовцами, с латышами, с белорусами. Совсем немного эфирного времени у нас остается. Вы мне сказали буквально 15 секунд. Ваш личный уровень амбиций какой? Я говорю про главную команду пока. Надо двигаться дальше. Конечно, задача на будущее – это выходить на международный уровень. И чтобы наши болельщики могли получить баскетбол международный и получать удовольствие от наших игр. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин